За этот год в Красноярске обнаружили 160 нелегальных свалок, в основном около пригородных дач. Само собой, это нехорошо для экологии, да и выглядит не очень. А порой просто опасно, если свалка неподалёку от аэропорта. О причинах и о том, как можно убрать гору отходов за день, смотрите в сюжете. Это кусочек долгой и важной работы с несанкционированными свалками, которыми обрастают многие дачи вокруг Красноярска. И дело не только в запахе или вреде экологии. Этот дачный массив находится в паре километров от аэропорта, и это просто опасно. Свалки привлекают птиц, потенциальную угрозу самолётам при взлёте и посадке. Здесь это прекрасно понимают. Дачники попросили убрать мусор сами. И в том числе они за собственные средства на сегодняшний день ликвидируют загрязнённый земельный участок, который по сути образовали, и кто ведёт здесь хозяйство. Увы, этот случай скорее исключение. Чаще всего о свалке выявляет служба экологического мониторинга Красноярской рециклинговой компании. Актируют ищи владельцы земли, обращаются в органы местного самоуправления, даёт собственнику шанс самостоятельно убрать мусор. Погода тоже подкидывала нам сюрпризы. Не могли сюда проехать, очень сложно. Решили дождаться зимнего периода, чтобы дорожное покрытие замёрзло, и сюда можно было хотя бы проехать. Второй раз ехать не придётся. Дачники заключили контракт на вывоз отходов с левобережным оператором. Пока здесь мешковой сбор отходов, но следующим летом появится мульда – восьмикубовый контейнер под мусор. Кто о чём, а я о технике. Потому что вот этот манипулятор на машине, он придуман специально для того, чтобы убирать вот такие несанкционированные свалки. А вот смотрите, вручную сейчас её убрать просто невозможно. Если техника, то надо пригнать бульдозер, несколько машин, долго убирать – тяжело. А здесь вот эту вот свалку, около 30 кубов, эта машина и один оператор уберёт за день. Служба экологического мониторинга левобережного регионального оператора ведёт активную работу по выявлению, актированию и ликвидации несанкционированных свалок. За 2020 год выявлено 160 несанкционированных свалок ТКО, значительная часть которых уже ликвидирована.